Здравствуйте! Вы попали на кулинарный канал диетолога Скачко. Хронический гастрит есть у любого взрослого человека. Но! В зависимости от того, как вы используете свой желудок. У вас прекрасное пищеварение. Мощный иммунитет. Прекрасная высокая работоспособность. Вы легко можете накачать мышцы. У вас прекрасно растут волосы. В хорошем состоянии кожи. Ну и другие события со знаком плюс. Если же вы лечите хронический гастрит неверно. У вас вздутие живота. Урчание. Снижение иммунитета. Риск онкологии в принципе. И рака желудка в частности. Иными словами. Не самые простые события в вашей жизни. И вот чтобы вылечить хронический гастрит правильно. В зависимости от стадии. От его состояния вашего желудка. Нужно правильно приготовить имбирный чай. В этом видео я расскажу сразу несколько способов. Как приготовить имбирный чай. В зависимости от индивидуального состояния вашего желудка. Современный уровень знаний позволяет управлять вашим здоровьем. В частности с помощью имбирного чая. И в этом видео вы об этом узнаете. И так что мне нужно чтобы приготовить имбирный чай. Конечно мне нужна обычная чашка. Где буду готовить имбирный чай. Я ее правильно обработал. Как расскажу чуть позже в этом видео. Далее мне нужно корневище имбиря. Мытое. Очищенное от внешней кожицы. И я подходящим мне предметом. Как выбрать вам предмет для очистки корневища имбиря. И для его измельчения. Расскажу дальше в этом видео. Что делаю? Да просто. Беру и стругаю имбирь. Корневище имбиря в чашку. Я свое количество знаю. Вы. Я вам расскажу как подобрать лично для вас. И так вот. Имбирь я измельчил. Теперь мне нужна правильно подготовленная вода. Вода находится здесь. Вода прошла стадию кипения под названием белый ключ. И именно этой водой я дезинфицировал чашку. Это самая лучшая вода для уничтожения биологически активных веществ. Любых растений. И уничтожения бактерий, вирусов, грибков. Иными словами. Вода в состоянии белый ключ. Она прекрасно дезинфицировала чашку. Но. Ни в коем случае не должна встречаться ни с имбирем. Ни с другими ценными источниками биологически активных веществ. Далее вода кипела. После этого, когда она начала остывать. Я ее залил в термос. И теперь она идет на приготовление имбирного чая. Дальше, конечно, чтобы активные вещества не испарялись. Нужно накрыть. И пока имбирный чай настаивается при остывании. Я расскажу, как же его использовать для улучшения работы вашего желудка. А использовать очень просто. Настояли имбирный чай. Используйте в количестве 50-100 миллилитров. За 5-10-15 минут до еды. И что вам дает в таком случае имбирный чай? Дозированно раздражая слизистую оболочку желудка. Вызывает секрецию желудочного сока. И лучше переваривается та пища, которая попала после имбирного чая в ваш желудок. Как изменяют свойства имбирного чая? Очень часто к имбирному чаю, таким способом приготовленным, добавляют сахар. Иногда при уже остывший чай добавляют мед. Что это вам дает? А это уже тестирует ваш желудок. Просто горечь, пряность имбиря на языке уменьшается. Вам кажется, что чай не такой насыщенный. Вы начинаете пить больше имбирного чая. Больше начинаете заваривать. И здесь можете попасть на проблему. Раздражение желудка усиливается. И вы можете вызвать обострение хронического гастрита. Иными словами, если у вас был хронический гастрит, как у большинства, должен быть в состоянии ремиссии. Ваш желудок переходит в состояние гастрит, в состояние неустойчивого ремиссии. И если вы таким способом обострили свой гастрит и не знали, что дальше делать. Напишите в комментариях. Я способом номер один, с помощью сахара или меда, вызвал обострение гастрита. Что нужно делать правильно? А нужно заваривать имбирь в чистом виде, в воде. И тогда вы четко будете ощущать, сколько же имбиря вы пьете. И какая сила раздражения будет вашего желудка. Иными словами, вы должны заваривать имбирь, имбирный чай без сахара и без меда. Который маскирует желудочность имбиря. Как еще можно обострить гастрит? Далеко и просто. Часто некоторые эксперты советуют заваривать имбирь вместе с чаем китайским. И несущественно вы выбрали белый, зеленый, желтый, красный, синий, черный. Хоть серо-буро-малиновый чай китайский найдете. Если такой найдете. Добавление чая китайского в эту комбинацию еще в большей степени испытывает ваш желудок. Почему? Просто чай китайский содержит три уникальных, сильнодействующих вещества. Это алкалоиды теобрамин, теофилин и теин. Теин вы знаете под другим названием кофеин. Просто в чае. Ти чай. Теин. Кофеин. 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 Тут все понятно. Что делают эти три алкалоиды на слизистой желудке? Алкалоиды теобрамин и теофилин раздражают желудок. И могут усиливать секрецию желудочного сока. Казалось бы, это плюс к имбирю. Вы улучшаете переваривание пищи в вашем желудке. Но есть же еще алкалоид кофеин. Которого обычно больше, чем первых двух. А его действие на слизистой желудка обратно противоположное. То есть кофеин тормозит секрецию желудочного сока. И что вы получаете от трех алкалоидов? Для улучшения секреции желудочного сока чаще всего ничего. Или снижение. Просто лист чая китайского. Если вы используете не зеленый, либо белый. А желтый, красный, синий, либо черный. Там относительно много дубильных веществ. Которые тоже секрецию желудочного сока снижают. А раздражение желудка есть. Иными словами, желудок работает или никак, или хуже. А способность обострения выше. Если вы вот таким способом, способом я бы сказал номер два, вызвали обострение гастрита. Ну напишите. Мой способ обострить гастрит был номер два. Что вам делать? Ну упростите заваривание имбирного чая. Заваривайте имбирь в чистом виде. Просто в горячей воде. Если же обострение гастрита таким образом не ликвидируется. Вы убрали вот такие вот сложные компоненты. А гастрит все еще в состоянии обострения. Ну я бы советовал использовать секретный компонент. Вот этот. Это измельченные корневища аира болотного. Что дает вам такая комбинация? Корневища аира относятся к регуляторам секреции желудочного сока. Иными словами, помогают вашему желудку работать эффективнее. Убирают воспаление. Уменьшают болевые ощущения. И имбирно-аирный чай может помочь небольшое вострение хронического гастрита. Перевести ваш хронический гастрит в состояние ремиссии. Иными словами, вы вылечили обострение хронического гастрита. И получили плюс. Самое главное. Не нарушая работу вашего желудка. Ведь он нужен для того, чтобы переварить белковую пищу. И начальные этапы переваривания белковой пищи происходят именно в желудке. Следствие вы знаете. Усиление вздутия живота. Урчание. Иными словами, метеоризм показывает, что микрофлора патогенная. Либо условно патогенная. Размножается в вашем кишечнике. Поедая ваши питательные вещества. А вам выдает токсичные продукты своей жизнедеятельности. Следствием чего у вас может изменяться запах от тела. Появляется неприятный запах изо рта. Усиливается выделение газов. Особенно с запахом. Начинают выпадать волосы. Либо усиливается выпадение волос. Особенно на голове. Ухудшается состояние кожи и ногтей. Снижается иммунная система. Вы начинаете чаще болеть. А что вам нужно сделать? Вам нужно заваривать имбирный чай правильно. В случае, если обострение хронического гастрита достаточно серьезное. То вылечить хронический гастрит в состоянии обострения вам поможет еще один секретный компонент диетолога скачков. Это молоко. Как правильно использовать имбирный чай с молоком? Да очень просто. Вы завариваете имбирь, как я рассказал. Получаете имбирный чай. И дальше смешиваете с молоком. Пропорции зависят от степени обострения гастрита. Чем выше степень обострения гастрита, тем меньше имбиря в составе и больше молока. По мере того, как воспаление слизистой желудка уменьшается, Функция желудка восстанавливается. Вы делаете обратное движение. Если в критических точках вы можете использовать, когда желудок в состоянии ремиссии, вы используете только имбирный чай. Если у вас очень выраженное обострение гастрита, то вы используете молоко без имбиря некоторое время, пока не вылечите свой гастрит. В простейших случаях таких изменений способ приготовить имбирный чай достаточно, чтобы вылечить гастрит. Если вам нужно больше информации, то ищите другие видео «Как вылечить гастрит» на моем видеоканале. Такие видео есть. Как и способ приготовить разные продукты питания в зависимости от тех условий, в которых вы находитесь. Чтобы вы жили лучше и дольше. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моего канала словами. Крепкого вам здоровья. И разумного к нему отношения. А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео? Уже можете поставить на это видео лайк. Можете сделать репост. Если вы еще не подписчик моего канала, подпишитесь. Сотни полезного видео, в которых много полезной информации на тему здоровья и активного долголетия. А также лечебной кулинарии. Открытый кулинарный канал Диетолога Скачко. Где сотни видео на тему, как правильно готовить те или иные продукты питания или напитки для вашего здоровья. До новых встреч на моих видео каналах Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко. Это YouTube. А также Школа Доктора Скачко в Instagram. Не забывайте про кулинарный канал Диетолога Скачко. Субтитры сделал DimaTorzok